В Сочи уведомление о том, что необходимо решать вопрос с водоотведением, получили 6 тысяч потребителей. Им необходимо обратиться в водоканал, чтобы бесплатно получить технические условия на подключение к центральной системе канализации или установить локальные очистные сооружения. В городе началась активная борьба со сбросом источных вод в Ливневке. Здесь, на Соболевке, это Хостинский район, не первый год канализационные стоки текут через рощу. Застройщик многоквартирного дома продал квартиры, не предупредив людей, что отсутствует система канализации. А вот со двора дома выведена труба и направлена прямо в Ливневку. Мы 8 многоквартирных жилых домов отключили. Конечно же, здесь виноват застройщик. Поэтому граждане должны обратиться в адрес своего застройщика, поскольку договорные отношения были у них закреплены, и обязать его выполнить те технические условия, которые были выданы ему. На сегодняшний день уже отключено от водоснабжения 40 объектов. Эта работа будет продолжена, но не все спешат навести порядок в своем хозяйстве. Например, из тысячи оповещенных абонентов, которым грозит отключение воды, в водоканал обратилось только 123 человека. Рейдовые мероприятия проводятся и там, где только начинается возведение дома без строительства канализационных сетей, и там, где налицо другие нарушения. И из-за захламления земельного участка, о том, что на сегодняшний момент земельный участок у нас эксплуатит, я так понимаю, здесь индивидуальный жилой дом. Шестаков Дмитрий Геннадьевич. Он не по назначению используется, здесь складирование мусора обеспечивается. Геннадий Дмитрий. Во-первых, второе, это костер жгут. Это на сегодняшний момент у нас запрещено в городе. Во всех районных администрациях созданы рабочие группы, в которые входят представители водоканала, водостока и административные служащие. Они помогают абонентам оперативно подключаться к центральной системе водоотведения. Приемы проводятся во вторник и в четверг с 9 утра до 18 часов.